день добрый меня зовут дмитрий группа строительных компаний масштаб сегодня мы приехали к нашему дорогому другу партнеру и заводу мультпласт на его складе как вы можете наблюдать огромное количество различных видов продукции и все они нацелены на решение ваших задач на загородных участках а даже и промышленных объектов и каких-то других возможных вариантов давайте мы постепенно пройдемся по каждому из них и очень коротко расскажу про них большинство из этих обзоров уже у нас есть на канале поэтому я буду с умным лицом ходить и делать отсылки на тот или иной вид выпускаемой продукции первый и наверное флагман данного завода это станция глубокой биологической очистки эргобокс это довольно таки интересное и популярное решение вопроса загородной канализации для вашей дачи или загородного дома данная станция гибридная она может работать и как септик и как биостанция если мы подключаем компрессор и этим самым она завоевала свою популярность а также соотношение цена-качество у данной станции прекрасная поэтому у нас в ассортименте она наглядно представлена и регулярно монтируется для наших заказчиков кто остановил свой выбор на ней дальше чуть чуть более дорогой и премиальный вид биостанции который лишь двадцать втором году появился у производителя эта станция заубер она сделана из первичного полипропилена как я и говорил что эргобокс есть уже обзор у нас на канале так и эта станция заубер также у нас уже лежит на канале вы можете смело переходить и посмотреть при нее более детально но сначала досмотрите этот ролик чтобы понять что у производителя есть еще пригодное и полезное для вас пойдемте дальше с данной стороны мы видим жироуловители все они разного размера побольше поменьше среднего размера все они закапываются не под землю оставятся после наших раковин после наших стоков в основном используется все-таки не в загородных домах а каких-то промышленных предприятиях кафе и рестораны загородной резиденции что-то такое где у нас кухня является не чем-то домашним милым и уютным а где процесс уже прям полноценный и жиры которые именно здесь оседают до попадания в станцию потому что ни одна станция не работает хорошо с жираем поэтому нам нужно ловить их до станции это ставится под раковину специальное техническое помещение еще куда-либо то есть не погружается в землю а просто ставится в нашей всей системе стока водов и повторюсь задерживает жиры очень нужная штука в определенных кругах поэтому если вам будет нужна все милости просим обращайтесь к нам мы все расскажем и подскажем синего цвета емкости это накопители это емкости для воды и синих цвет означает то что они не закапываются внутрь они в основном наземного использования но открою вам завесу тайнов и подземные емкости тоже есть у данного производителя все-таки это емкости больше для воды для хранения в уличном какой-то территории для строек а также возможно для полива на каких-то дачах или для накопления какой-то воды также на загородных участках или промышленных объектов зеленый цвет вот это уже чуть-чуть старенькая модель конца двадцать второго года а это начало двадцать третьего года обратите внимание на цвет полностью совпадает с крышкой здесь разница между ними технической отсутствует полностью цвет лишь просто подобран под крышку и решили выпускать именно таким цветом то есть добавлять другой краситель что же это такое за изделие перед нами это пластиковый герметичный бесшовный кессон для решения вопроса обвязки скважины либо расключение центрального поселкового водопровода или местного водопровода к вам на загородный участок именно внутри в него есть специальные площадки вы можете врезать туда оголовок скважины и оборудование разместить там либо с помощью специальных площадок если мы говорим про центральное водоснабжение то врезать них соединить и все внутри будет полноценно работать не нужно на это тратить место в доме а самое главное некий шум который гидроаккумулятор и еще ряд другого оборудования может издавать он издает внутри кессона где-то за пределами дома вы к этому не имеете никакого отношения и не представляете где это все шумит и никакого дискомфорта у вас в доме это не вызывает идем дальше один из самых популярных и первых видов продукции которые выпускает данный завод это накопить на проточные септики за все время работы более 12 лет завода они претерпели качественно много изменений и мы видим уже модельки практически самые последние самые современные что есть у производителя это септики термит профи 07 самый маленький у них в линейке и двоечка стоит это средний по размерам потому что за моей спиной стоит и шесть с половиной кубов этот производитель способен на многое даже и 10 и даже 20 кубических метров для него абсолютно не проблема правда заказные позиции но все-таки можете заказать теперь пройдемте чуть-чуть в глубину я покажу еще обязательные элементы канализации которые могут пригодиться вам это доборные горловины у каждого септика у каждой биостанции есть определенная глубина врезки то есть на какую глубину вы можете опустить септик закопать его в землю но бывают случаи и у нас есть на канале обзор очень интересной станции где глубина врезки аж метр восемьдесят также прикрепляю прав другого производителя но очень наглядный обзор так вот здесь эти септики также можно закопать на глубину значительно большую чем в стандартной комплектации для этого используются нарощенные горловины все они отличаются внешним видом так как у данного производителя много номенклатуры и крышки тоже отличаются точнее горловины и соответственно крышки все отличается пойдемте пока мы идем до следующего вида продукции который выпускает завод я хочу сказать что у данного производителя абсолютно вся линейка представлена на сайте на его сайте она нашим она полностью скопирована и цены либо идентичны либо когда-то даже могут отличаться в меньшую сторону мы как дилерская и монтажная организация официальные дилеры завода имеем право делать небольшие уступки либо подарки в виде скидки на монтаж и любых других услуг поэтому перед тем как планируете приобрести то или иное изделие на наш сайт обязательно зайдите и сравните цены послушайте нашего менеджера подберите определенное оборудование как по объему так и по каким-то характеристикам мы вам обязательно с этим поможем и вот мы пришли к следующему виду изделий который я обязательно хочу рассказать цельнолитые колодцы большей степени они используются как коллекторы как накопители то есть если мы на своем загородном участке устраиваем канализацию ливневую канализацию и дренаж допустим вот эти все нам нужны необходимые инженерные коммуникации под землей то где-то эту всю воду нужно аккумулировать и потом выкидывать за пределы участка самотеком в нашем северо-западе сделать это практически невозможно в основном это делается с помощью насоса принудительного сброса так вот в эти колодцы мы можем с помощью специальных площадок со всех сторон ввести все необходимые дрены трубы ливневой канализации или наш хозбит те самые септики все сюда она между собой перемешивается вода уже практически чистенькая отстоянная то есть то что и попадает небольшие может быть здесь ила или еще что-то неорганическое в виде песка земли с ливневки оседает на дно и мы можем раз несколько лет это почистить а так уже практически чистая вода при поднимается до определенного уровня и с помощью поплавкового обычного дренажного насоса выбрасывается за пределы далеко до 30 40 50 метров можно выбросить за пределы участка за пределы этого колодца то есть весьма полезная и популярная история тоже обратить на это внимание это можно приобрести сразу с большой номенклатурой позиции инфильтраторы у данного производителя выглядят примерно таким образом у нас на канале также уже есть обзор данной истории ничего здесь сложного в ней нет ее задача после септиков например термит профи который также обзор есть у нас на канале да как бы смешно это не звучало ставится такой инфильтратор либо фильтрационный колодец также у производителя есть оба варианта вот этого фильтрационного элемента после септиков иногда данный колодец ставится даже после биостанции если у нас нету дренажной канавы за пределами участка и сбрасывать воду можно сказать некуда абсолютно поэтому делается он на участке если уровень грунтовый ход позволяет и он низкий относительно там полтора-два метра от уровня земли то сюда врезается наш выход с станции или септика и здесь спокойно через отверстие здесь дренажный такой мешок делается с помощью геотекстиля и щебня гранитного либо какого-то другого боя но дренирующего материала и все уходит через грунт и дополнительно фильтруется последней моделькой в обзоре хочу показать вам термит накопитель отличительная его особенность в том что это обычная емкость которая закапывается под землей и которая в себе накапливает хозяйственно-бытовые источные воды а потом выкидывается ее можно распознать потому что у нас нету из нее выхода лишь только входной патрубок здесь сделан и внутри нет никаких секций никаких мешков с пластиковым наполнителем потому что здесь степень очистки 0 процентов что туда попало то там и остается и время от времени по факту заполнения откачивается в основном осенизатором кто-то самостоятельно либо в какие-то кубы и вывозит либо за пределы далеко куда-то в лес хотя мы это конечно советуем и это запрещено законом если что аккуратно поэтому данное изделие часто применяется либо природоохранных зонах где степень очистки должна достигать не то что 100 а в каких-то случаях ста тридцати процентов это я к тому что практически невозможно соблюсти нормы рыбхоза или эта система будет стоить там сотни тысяч рублей или близко к миллиону и на каких-то загородных ресторанах или базах отдыха это просто невозможно будет окупить поэтому не выбирается эта история а выбирается обычный накопитель который время от времени осенизатором за 35 тысяч рублей приезжает полностью нам выкачивает и мы дальше полноценно им пользуемся либо второй вариант использования данных септиков это промышленные территории городские территории где например не согласовано невозможно согласовать либо также очень дорого согласовать точку сброса бытовых сточных вод поэтому проще на какой-то промышленной территории прям не там рядом с метро это бывает рядом с жилыми комплексами просто закапывается и также осенизируется один раз какой-то довольно таки продолжительный период времени измеряемый конечно там в месяцах то есть раз там в два в три иногда в год приезжают и осенизируют зависимость того какой объем вы выберете в общем заканчивая этот ролик рассказываю что этот производитель с богатой истории с очень хорошими отзывами с огромной линейкой выпускаемой продукции и мы как дилеры очень рады были побывать на складе в городе санкт-петербург данного производителя посмотреть выпускаемую продукцию показать ее вам донести до вас что выбор очень широкий и это лишь только у одного производителя а мы же работаем со многими поэтому подписывайтесь на наш канал обязательно будет много еще интересных нужных полезных обзоров этих изделий и любых других вопросов связанные с загородным строительством меня зовут дмитрий группа средних компаний масштаб всего доброго